Великой женщине Тогда это была звезда, тогда такого этого слова не было, но это была одна из самых популярных, самых любимых, самых красивых, самых очаровательных, я уж не говорю талантливых, актрис, которая пела, танцевала, играла, шутила и так далее. И для меня это сказка была, эти фильмы. Создавая сказочные образы, актриса прожила отнюдь не сказочную жизнь, а реальную, а под конец просто горькую жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok В 1929 году Ладынина решилась поехать в Москву, чтобы поступить на актерские курсы. Москва-то она чай огромная, Москва-то она незнакомая, а я девчонка маленькая из северных лесов. Столица была покорена провинциальной девушкой с первого же захода. На вступительных экзаменах в ГИТИС члены экзаменационной комиссии поставили ей «Отлично» и в ведомости сделали пометку «Особо одаренная». На втором курсе Ладынина попадает на стажировку в Амхат, где ее сразу заметили, заключили с ней контракт и выделили мхатовскую стипендию в 75 рублей. Это гарантировало, что сразу же по окончании учебы она станет актрисой Амхата. Об этом можно было только мечтать. Успешно закончив ГИТИС в 1933 году, Ладынина тут же была принята в прославленном хат. Этот театр в те годы был в рассвете своей славы. Она участвовала в спектакле «В людях». Это там была сцена у Горького 26,1 в пекарне. И там были девушки. Она 2-3 сезона проработала в художественном театре. И Пырев ее пригласил на фильм «Богатая невеста». Она ушла из художественного театра. Изящная, жизнерадостная, сослепительная улыбкой Ладынина нравилась многим. Она рано вышла замуж еще в институте за своего однокурсника, в будущем известного актера Ивана Любезного. Но брак их оказался недолгим. Молодой супруг извел Марину ревностью. Через некоторое время Ладынина познакомилась с приехавшим в Советский Союз итальянцем. Несвестно, какими посредствами грозила советской женщине связь с иностранцем. Ее вызвали на Лубянку и сказали, что чинить препятствий они не будут. Но Ладыниной нужно будет следить за кругом его общения, содержанием разговоров и докладывать обо всем, кому ей будет указано. Она категорически отказалась. Ей пригрозили, что она еще об этом пожалеет. Итальянцу ничего не оставалось, как вернуться на родину. Расплата за отказ от доносов не заставила себя долго ждать. В КГБ сделали так, что Ладынина осталась без работы. Чтобы не голодать, она брала у знакомых стирать белье. Марина очень любила театр, и такое жестокое отлучение от мечты всей жизни приводило ее в отчаяние. Неизвестно, как долго длилась бы эта черная полоса, если бы не одна встреча. В гостях у подруги Марина Ладынина познакомилась с Иваном Пырьевым. Набирающий силу режиссер и еще недостаточно известная актриса полюбили друг друга, что называется, с первого взгляда. К тому времени Пырьев был женат на известной актрисе Аде Войцек, и у них был сын Эрик. Однако, когда между Иваном и Мариной вспыхнуло внезапное чувство, они не особенно ему сопротивлялись. Вскоре влюбленные поженились. В 1936 году Пырьев решает снять комедию «Богатая невеста», главную роль в которой исполнит Ладынина. «Богатая невеста» положила начало звездному дуэту Пырьев-Ладынина. Успех был столь огромен, что в том же году правительство наградило Пырьева орденом Ленина. Точно такую же награду получила и Ладынина. Окрыленные успехом, они тут же приступили к съемкам нового фильма «Трактористы». Они творили озаренные большим чувством, которое было то вихрем, сметающим все на своем пути, то нежным ветерком. На картину это повлияло непосредственно. Фильм оказался буквально пропитан любовью. Так вот, насчет личного. «Западает тебе комар!» «Да, с Назаровым тебя как?» «Серьезно, мне как?» «А что?» «Ну нет, ничего, я просто как. Ты, Марьяна, прости меня, конечно, что я...» «Да что вы, Кирилл Петрович! Ведь мы с Назаровым!» «Ничего смешного нет! Мужа надо выбирать осмотрительно!» «Сердце не прикажешь!» «Вот, забадает тебе комар, а!» «В фильме актриса делала все это так, будто уже давно была трактористкой и неоднократно участвовала в мотогонках. Но за лихими манерами всегда сквозила мягкая женственность. «Кирилл Петрович! Кирилл Петрович!» «В фильме впервые играли большие роли Николай Крючков, Петр Олейников, Борис Андреев». «Эй! Эй! Ха-ха-ха! Эх ты! Разве так бляшут? Вот как надо!» «А ну, давай, ребята! Эх ты!» «Вот как надо, милая моя!» Картина тракториста еще только появилась на широких экранах, когда Пырьев приступил к съемкам нового фильма «Любимая девушка». На этот раз он решил изменить амплуа своей жены и снять ее в роли работницы московского завода. До этого Ладыниной доставались роли колхозниц. Однако эта работа не принесла звездной паре того успеха, что сопутствовало им на двух первых картинах. Потерпев неудачу с этим фильмом, Пырьев в 40-м году решил опять вернуться к жанру музыкальной комедии, причем вновь из сельской жизни. Супруге, естественно, досталась главная роль – свинарки Глаши Новиковой. Уже тогда Ладынина была против образов деревенских простушек, которые ей приходилось играть. Актриса была уверена, что они не соответствуют ее разносторонним данным. Пырьев очень любил свою жену и понимал ее тоску по театру и глубоким ролям. Поэтому он принимал добавление Ладыниной характера к ее героине. Съемки картины «Свинарка и пастух» начались в феврале 1941 года в Москве и в одной из деревень Вологодской области. Когда началась война, ни у кого из участников съемок не возникало и мысли, чтобы продолжить работу над картиной. Пырьев отправился на сборный пункт, чтобы уйти на фронт. Однако высокое руководство решило иначе. Поэтому режиссеры вернули и дали указание – фильм закончить как можно скорее и выпустить на экран. «Свинарка и пастух» появился в прокате в ноябре 1941 года, когда самого Мосфильма уже не было в Москве. Киностудия к тому времени уже эвакуировалась в Казахстан. В отличие от зрителей, которые приняли фильм с восторгом, коллеги Пырьева и Ладыниной оценили его скептически, назвав «лупком», «деревенским балаганом» и «дешевым зрелищем». Несмотря на эти нападки, за время войны выходят еще три фильма с участием Ладыниной. Последний фильм снимался летом 1943 года в Москве. Первоначально картина носила название «Девушка из Москвы», однако Затем Пырьев решил изменить его на более оптимистичное. Шесть часов вечера после войны. В том, что война завершится нашей победой, тогда уже мало кто сомневался, поэтому фильм имел невероятный успех. В 1944 году он занял первое место в прокате, собрав на своих сеансах больше 26 миллионов зрителей. В 1946 году звездная пара Пырьев-Ладынина приступила к съемкам новой музыкальной комедии «Сказание о земле Сибирской». Для Веры Васильевой это была первая роль в кино. Она была наслышана о том, что Пырьев на съемочной площадке себя не контролирует, но к молодой актрисе он оказался снисходительным. Во время съемок он был со мной очень ласковый. Он был то ли от того, что понимал, что если он на меня закричит, я так перепугаюсь, что потом ему же придется меня как-то приводить в чувство. Но в чувство приходилось приводить видавшую виды Марину Ладынину. Он был очень разный. И, конечно, как человек, наверное, кто-то другой будет говорить, что он был жестокий, что он был неистовый. Она должна была, увидев Андрея Балашова, Володю Дружникова, как бы удивиться и очень нежно спросить там, Андрей. И я помню, он много-много раз ей говорил, Андрей, нежно скажи. И у нее это не получалось, потому что он хотел более, ну как бы, более высоко звучащего голоса. Почему ты не спишь, Наташа? Кто это поет? Ерунда какая-то, официантская трактирная музыка. Иди, спи, спи. Да чего ты меня затворяешь? Я хочу посмотреть. Он ругался немыслимо, злобно, жестоко, страшно. Его все боялись, но очень любили. В этом был Весь Пырьев. Осенью 47-го года в столичном доме кино состоялась торжественная премьера картины. На нее пришел весь тогдашний кинематографический бомонг. Пырьев ожидал привычного успеха, однако коллеги приняли его новую работу прохладно. Он решил, что хватит с него комедии. В его тогдашних планах возникла идея переключиться на классику. Но все эти проекты режиссера так и остались на бумаге. От Пырьева ждали комедии, и он вынужден был вновь обратиться к этому жанру. У нас с вами свадьба так стоит? У нас с вами? У нас с вами, как у председателя. Ой, подождите, вы... Ну тут эти мое голову, чья свадьба? Да я же говорю, наша. Наша? Ну да, у меня есть жених. У вас есть жених кто? Коля Ковылев, мой коневод, хороший парень. А очень приятно, поздравляю. А у вас невеста? У меня невеста? Ага. Кто? Да Даша Швелис. Даша? Угу. Да вы что, с ума сошли? Да вы не шумите, ведь у них любовь. Тут помочь надо не препятствовать. Ах, вот оно что. Так, понятно. Когда кубанские казаки вышли на экран, они тут же вызвали всеобщий восторг у публики. Такого веселого и музыкального действия советское послевоенное кино еще не знало. Зачем вы так, Марко Данилович? Марко Данилович, вы же ничего не знаете. А может быть, я не знал. А может быть, я люблю его. Их перепалки. Их перепалки были скорее неким актерством. Идет съемка, и Ладынина ходит по, значит, этой ярмарке. Пырев и говорит, Мариночка, возьми портфельчик. Она говорит, Ваня, ну что же, председатель колхоза, директор. И говорит, Мариночка, а я тебе говорю, возьми портфельчик. Да нет, Ваня, ну как это, председатель колхоза с портфелем женщины. Я тебе говорю, возьми портфельчик, Мариночка. И она взяла портфель и говорит, нет, я с ним не могу спорить. В 1953 году, когда Пырьев задумал сделать новую картину «Испытание верности», внезапно вышел приказ председателя Госкино о том, что режиссерам запрещено снимать своих жен. А у Пырьева на главную роль претендовала, естественно, все та же Ладынина. Тогда режиссер собрал фотопробы других актрис, принес их в Госкино и спросил, что эти актрисы выглядят лучше Ладыниной. Главную роль в фильме «Испытание верности» сыграла Марина Алексеевна. Дочь. Ты накрыл меня плащом, обнял за плечи и говорил, что будешь любить меня всю жизнь. Всю жизнь. Ольга Калмыкова переживала серьезную драму. Ее оставил муж. Как не утратив достоинства, не сломившись, пройти это испытание? Роль была трудной, но по признанию актрисы доставила ей огромную творческую радость. Фильм «Испытание верности» вышел в прокат в 54-м году, но брак Ладынина и Пырьева не выдержал испытания верности. Разводов, подобных тому, что пережили Ладынина и Пырьев, в артистической среде происходило немало, однако ни один из них не ставил крест на творческой карьере одного из потерпевших. Но с Ладыниной случилось именно так. Она в конце жизни, даже не в конце, а в середине своей жизни осталась одинока. И, в общем, это печально не только как женщине, но и как актрисе, которая познала невероятную славу и была потом в забвении. Но, по-моему, она это забвение переносила гордо, одиноко и очень достойно. С 1954 года она больше не снялась ни в одной картине. Устроиться в театр такой звезде, как Ладынина, было гораздо сложнее, чем начинающая актрисия. Все главные роли были распределены между примами, а другие Марина Алексеевна не могла бы себе позволить. Участвовала в многочисленных выездных концертах, на которых обычно рассказывала зрителям о своих звездных ролях и читала стихи. Таким образом, ей удавалось зарабатывать хоть что-то. Правда, за одно ее выступление оплатили всего 10 рублей. Она не прекращала ездить по стране с концертами, будучи уже больной. После таких гастролей Марина Алексеевна неделю отлеживалась. Но она не сдавалась. Последние 10 лет здоровье не позволяло Ладыниной продолжать концертную деятельность. Актриса часто нуждалась в деньгах. Пенсии со всеми надбавками едва хватало на самое необходимое. От гильдии киноактеров Марина Алексеевна получала небольшую сумму. Иногда к Ладыниной приходила Наина Иосифовна Ельцина, которая долгие годы заботилась о Марине Алексеевне. Она несколько раз устраивала актрису в больнице, отправляла в санаторий, помогала деньгами. В начале марта 2003 года 94-летняя Марина Алексеевна поскользнулась в ванной и пролежала без сознания целый день. Домработница обнаружила ее лишь вечером, когда вернулась с рынка, и тут же вызвала скорую. С диагнозом перелом шейки бедра актрису доставили в больницу. Врачи сделали все, чтобы спасти Марину Алексеевну, но сердце не выдержало нагрузки. Заслуженная артистка СССР, обладательница пяти государственных премий, Марина Ладынина была удивительно женственна, обаятельна. Необыкновенный голос и огромные голубые глаза. Она была настоящей русской актрисой. Она была на вершине славы, но при этом никогда не возвышалась над своим зрителем, никогда не отказывала в автографе. Публику эта простота к ней тянула. Она никогда не жаловалась и ни у кого ничего не просила. В 2002 году Михаил Швыткой вручил Ладыниной специальный приз за выдающийся вклад в развитие российского кино. Но через год, когда Ладыниной не стало, об этом вкладе было забыто. Министр культуры отказал сыну актрисы в помощи на установку памятника. Надгробный камень Андрей Ладынин устанавливал своими усилиями, собирая средства буквально по крупицам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok